итак новый выпуск и мы переходим к тематике ядро работ и мы поговорим о перебежчиках в данном выпуске мы поговорим о перебежчиках солдатах российской империи горцев за кубани да в целом если обобщить все предыдущие выпуски мы с вами рассмотрели те противоречия которые были у россии внутри российского государства более детально рассмотрели противоречия которые были внутри адыгского общества и в итоге можно сделать вывод что обе стороны от обеих сторон исходила конфликтность повышенная конфликтность и адыги они не были едиными не в религиозном не в социальном отношении не в политическом отношении поэтому у россии россии было сложно потому что адыги они не имели опыта государственности россия смотрела на них с точки зрения государства у одного декабриста я даже как-то находил пример что адыги предлагали коменданту анапы майору роту вместе отправиться в набег на генерала заса то есть они не понимали что это одна политическая организация не так сделать не могут и вот с этим россия столкнулась и наверное в этом основная проблема этих причина вот этих проблем в том что у них был разный уровень социально-политического экономического развития они говорили на разных языках и россия и адыги и вот одно одним из проявлений такого неблагопонимания из проявлений противоречивости российского общества конфликтности российского общества являлось бегство российских солдат к адыгам в данном случае мы используем определенную историческую методологию мы здесь исходим из историко-антропологического метода то есть мы смотрим на историю глазами конкретных отдельных людей их потребностями их мотивами апеллируем также мы использовали метод понятия контактных зон мы с моим научным руководителем считаем что между россией и адыгами не было барьера а это было место активного взаимодействия активного взаимовоздействия то есть стороны взаимно влияли друг другу друг на друга источниками для этой работы являются архивы краснодарский архив российский военно-исторический архив в москве который находится ставропольский архив с другой стороны это опубликованные архивные материалы прежде всего акты кавказской археографической комиссии другие сборники документов также очень большой интерес представляют воспоминания как российских офицеров так и иностранцев побывавших в этом регионе в качестве иностранных агентов лангворд спенсер был теофил лапинский поляк который возглавлял здесь 50-е годы на кавказе отряд польских волонтеров которые воевали против россии все эти источники мы сопоставляли друг другом и эти получилось очень интересно и так 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 значит с 1837 года россия начала активно брать эту территорию северо-западного кавказа все это была линия укреплений призванная прекратить контрабандную незаконную по мнению российских властей торговлю между адыгами и турками также по побережью черного моря было организовано крейсирование то есть патрулирование кораблями прибрежной зоны для того чтобы бороться с контрабандой ну естественно в этом участвовали военнослужащие российской армии которые сюда прибывали и служба на кавказе она считалась равносильной наказанием равносильной ссылке часто кавказ назвали теплой сибири то есть это тоже было очень суровое опасное место но единственным отличием была температура в частности теофил лапинский писал что полковые командиры войск расквартированных во внутренних районах российской империи стремились отправить на кавказ плохих и негодных солдат то есть это была форма разного наказания служба на кавказе для солдат во многом подтверждают слова теофила лапинского данные собранные историком кингинского пехотного полка который находился на кавказе раковича например с 1 июня 1835 года по марк 1837 года в бегах числилось 286 человек и основную причину в побегах командующий кашутин командир полка видел в том что в полку было значительное число штрафованных людей бродяг и рекрут всего ненадежными полку числилось 1348 человек примерно половина солдат считалось ненадежными и вот с таким контингентом приходилось им работать потому что российская армия в 19 веке частности рассматривалась в том числе и как элемент пенитенциарной системы то есть тюремной системы уголовников различных там людей с девиантным поведением преступников их отправляли служить в армию и такие люди приходили служить и естественно влияли на своих сослуживцев не отличались верностью воинской присяге естественным следствием этого было воровство например лукьян приступа солдат анапского гарнизона в 1830 году он украл имущество у своего унтер-офицера и с этим имуществом убежал к декаду теофил лапинский также писал что многочисленные политические осужденные или только находящиеся по подозрению кончали свою жизнь солдатской шинели на кавказе долгое время годовой рекрутский контингент в царстве польском зачислялся в эту армию действительно на кавказе в тридцатые шестидесятые годы 19 века служило большое количество поляков больше была включена состав российской империи 1515 году и в 1830 31 годах царстве польском произошло восстание и многих мятежников отправили служить на кавказ но при этом нужно сделать важное уточнение поляки наказывали не поляков как таковых и потому что эти люди были польской национальности а потому что они были активными участниками антиправительства восстания краснодарский профессор матвеев убедительно показал своей работе что на кавказской линии на кавказе в частности служила большое количество поляков на достаточно важных должностях частности начальником лобинской линии был полковник войцыцкий и так далее и генерал филипсон который командовал российскими войсками конце пятидесятых годов начале шестидесятых годов 19 века он также писал своих мемуарах что поляки многие поляки хорошо служили на верность российской империи и хорошо себя проявили в государственном архиве краснодарского края тем не менее также хранятся дела о том что поляки убегали и российские офицеры тарнауш паковские и уже озвученные иностранцы также писали о том что поляки в большом количестве переходили вот на сторону адыга также солдаты уходили горцам по причине тяжелых условий службы лангворд описывал положение одной из крепостей черноморской береговой линии следующим образом он писал условия жизни этих интервентов так он называл российских военнослужащих ну естественно здесь яркая антироссийская такая краска потому что все таки да это человек англичанин представлял интересы великобритании в данном регионе естественно он выступал против россии замурованных в одинокой крепости были далеко не завидны и неизвестно не были ли лишения которые они переносили более суровыми чем те которые они причиняли адыгам раз в год их заточение облегчается прибытием отряда с провизией и другими припасами с кубани между тем обязанности в этой других крепостях трудны и узнурительны до крайности через каждые 10 шагов вдоль стены стоят часовые ночью половина гарнизона находится под ружьем состоянии постоянной тревоги болезнь возникающая в результате плохого питания и вот всей атмосферы которые люди были непривычны все это рождало болезнь был было очень плохое продовольственное снабжение потому что он пишет они питались черным заплесневелым хлебом и жидким мучным супом в результате всего этого всей этой такой негативной ситуации в крепости была очень высокая смертность и настроение убежать настолько хватило их всех что невозможно удержать их от бегства поскольку они сторожат сами себя вот так писал англичанин этих несчастных солдат фредерик дюба деменпере путешественник также был свидетелем строительства крепления геленджика и он написал то что все функции по строительству крепости брали на себя солдаты они и выстраивали помещения они были и плотниками и гончарами они были и рабочими и с другой стороны их постоянно окружали горцы поэтому нагрузка была очень тяжелой и условия службы были невероятно тяжелыми также был описывал что в двух укреплениях новотроицком и михайловском солдаты были настолько блокированными адыгами и при настолько у жены что могли считаться просто военно пленными как в тюрьме он писал что даже дрова не говоря про питание приходилось доставлять море злоупотребление начальства и болезни были прямым следствием фактической блокады оторванности гарнизон естественно в этих оторванных гарнизонах процветала в том числе и дедовщина и злоупотребление офицеров теофил лапинский писал по этому поводу всегда в уединенных гарнизонах часто годами лишенные контроля высших офицеров они подвергнуты произволу и корыстолюбию их начальство скука и однообразие гарнизонной службы приводили в том числе и к пьянству в этих гарнизонах в частности генерал-майор врангель в 1846 году получил донесение о том что штабс-капитан 2 2 черноморского линейного батальона мечуй хаковский часто посещает солдат не трезвом виде и в это время в обращении с ними строптив например он избил рядового гаврилу осипова по лицу кулаками до того сильно что выбил зуб и после этого наказал еще сотни ударами рост действительно невероятно тяжелые условия болезни постоянные тяжелые условия труда тревоги и естественно это вынуждало солдат они были в безвыходном положении нуждало их бежать болезни были настоящим бичом гарнизонов крепостей на северо-западном кавказе и был писал числе пленных был один русский офицер сообщающий что с началом кампании русская армия потеряла из-за дезертирства смерти или болезни приблизительно тысячу человек дезертирство усиливалась свирепство дизель дизентерия это результат я думаю вызванный природой их продуктов питания а также недавними колебаниями температуры и отсутствием них крова также лангворд писал о болезнях в этих гарнизонах оторванных от основных войск он писал что у них была тяжелая болезнь которая приводила к потере естественного цвета лица зубов и болезни суставов течение недели солдаты умирали от этого недуга в конце 50-х годов 19 века эпидемиологическая обстановка по-прежнему была тяжелой теофил лапинский 50-е годы побывавшего регионе также обратил на это внимание он писал что русские все время очень сильно страдали от лихорадки и рассказы всех дезертиров согласно свидетельствовали о том что половина корпуса больна лихорадкой отощавшие похожие на мертвецов фигуры перебежчиков подтверждали их рассказ ну естественно свидетельства иностранцев достаточно тяжелым страшным возможно они сгущались краски потому что они были явно настроены антироссийские но с другой стороны есть и российские данные которые подтверждают подобное положение в частности своем рапорте военному министру чернышеву генерал-адъютант грабе от 30 марта 1840 года приводил следующие причины слабости береговой линии ну во первых это очевидно несоразмерность обширность ее протяжения на кубанской линии филипсон который русский генерал долгое время служил служивший на черноморской береговой линии в своих воспоминаниях писал что одного офицера отправили в инспекцию осмотреть черноморскую береговую линию когда он вернулся в керчь штаб-квартиру черноморской береговой линии он сказал я увидел все что вы мне сказали но он не увидел самой черноморской береговой линии потому что эти крепления они не были связаны друг с другом и фактически они были блокированы местным населением невозможно невозможность существования малых фортов таких условиях изнурительная гарнизонная служба при беспрерывном ожидании нападения отсутствие хозяйственных заведений болезни недостатка движения и тесноты упадок физических и нравственных сил и все это при том что они находились в окружении многочисленного отважного и отчаянного неприятеля так писал в официальном донесении генерал 1840 году статистика смертности в гарнизонах черноморской береговой линии за 1839 год также была действительно ужасно потому что например геленджике при средней численности гарнизона 596 человек в месяц болела в среднем 64 человека и умирала каждый месяц 13 человек в вильяминовском крепление положение было еще более ужасающим например из 228 военнослужащих ежемесячно болел 130 день и 27 человек умирал если так разложить практически каждый день кто-то умирал болезнь и действительно большая часть подавляющая часть военнослужащих российской армии она умирала погибала не в боях с адыгами местным населением а умирала непосредственно от болезни и тяжелых условий службы таким образом причинами для побегов для дезертирства к адыгам являлись были следующие первое это ненадежный контингент потому что различные штрафованные люди преступники политические осужденные направлялись на службу на кавказ дальше тяжелые условия службы которые включали в себя злоупотребление начальства тяжелую физическую работу постоянные военные тревоги болезни вот те причины которые двигали дезертирами в их желании уйти из крепости по сути к своему непосредственному противнику